Теперь, с вашего позволения, я сделаю следующее. Я не буду портить впечатление от сегодняшнего вебинара с сумбуром и расскажу вот по этой таблице об основных материалах и их свойствах. А остальной объем материала мы перенесем на следующую нашу встречу, надеюсь, она скоро состоится. Здесь для стоматологии всего материалы леопласта, они насчитывают более 120 форм выпуска. Есть два принципиальных направления, это травматология и стоматология. Ну и стоматология захватывает кусок челюстно-лицевой хирургии, лорхирургии и так далее. У нас присутствуют различные по сути формы выпуска и, соответственно, по областям применения. Ну вот, допустим, полоска, картикальная распорка. Это картикальная кость, минерализованная, размером она 2 на 2 см на полсантиметра. Используется она для проведения операций по методике Кюри или Урбана. Для дистантного остеогенеза, то есть мы моделируем вот эту картикальную пластинку по размеру дефекта и ее фиксируем на расстоянии винтами, а расстояние между картикальной пластинкой и принимающим ложем, наверное, отростка, мы прокладываем с материалом или смесью материалов, что, естественно, мы тоже рекомендуем. Следующая позиция – это клины. Это бикортикальные, трикортикальные блоки. Я сразу на сайте буду показывать, чтобы было понятно, что это за продукция. Это достаточно большие по своим размерам блоки. Вот такие вот. Самостоятельно они не используются. Чаще всего мы эти блоки измельчаем, либо используем... Ну, допустим, да, есть группа врачей, которая говорит, что мне порошок не надо, он там мне не нравится, какого размера, он либо очень крупный, либо, наоборот, очень мелкий и так далее. Дайте мне блоки. И они отделяют вот эти компактные пластинки две, или если им нужен блок, то, соответственно, да, сохраняют их и измельчают в костной мельнице содержимое губки. Для аугментации блоком эти позиции я не рекомендую использовать, поскольку зона донорская в получениях – это гребень подвздошной кости. Он имеет достаточно низкую тробекулярность, то есть количество тробекул на единицу объемов у него не такое высокое. Поэтому при пластике блоками по ширине, а тем более по высоте, прогнозируется достаточно высокий процент усадки. Поэтому для этих целей мы используем губчатокортикальные блоки. О них сейчас я скажу. Клинт – та же самая ситуация. Порошок деминерализованный костный. Значит, в отличие от всех других производителей материалов, у нас присутствуют деминерализованные формы. Зачем они нужны? Они используются как дополнительные компоненты. Все-таки я понимаю, не удастся мне так рассказать, потому что мне хотелось бы еще несколько привести научных фактов, которые легли в основу разработки. Сейчас мы промотаем тогда до вот этого момента. Значит, один великий ученый, маршал Юрист, в 67-м году провел такой опыт. Он деминерализовал кость компактную, ну и компактную, а впоследствии губчатую, для того, чтобы сравнивать их состав. И обнаружил, что вот эти структуры компактной кости, деминерализованный матрикс, он способен вызывать не только в костных тканях, но и в других тканях осификацию или кости образования. А точнее, эктопическое кости образования. Впоследствии, в этом материале, в деминерализованной кости, были обнаружены такие вещества, как морфогенетические белки. Их выделяет больше 100 классов или групп на сегодня. Но основной их смысл заключается в следующем. И большинство этих белков обладают следующей функцией. Они вызывают миграцию клеток переваскулярных или адвентициальных, как они называются еще ученые, марчант, которая их открыла. Расположены эти клетки на наружных поверхностях сосудов. И при попадании в кровяное русло морфогенетического белка, происходит миграция этих клеток. Они переходят в необходимую зону, превращаются в такие фиолетовые, пупырчатые, мезонхимальные клетки, которые являются полипатентными. То есть, они могут превращаться одновременно и в кость, и давать клетки костной линии, и в кровь, давать клетки кровяной линии. Поэтому использование деминерализованных форм, это все, что я скажу по научной части сегодня, чтобы все-таки успеть все остальное. Мы используем деминерализованные формы в тех случаях, где есть риск слабого роста сосудов и слабого замещения костной тканью в новообразованными тканями. То есть, либо это возрастные пациенты, либо это пациенты с парадонтитом, либо это пациенты, у которых давно отсутствуют зубы и есть склероз костной ткани, который будет достаточно хорошо заметен по срезам компьютерной томографии. Значит, здесь есть две формы выпуска деминерализованных именно компактной кости. Это полмиллилитра и миллилитр. В принципе, этого достаточно. Как самостоятельный компонент он не используется, но только у пациентов с парадонтитом хроническим при таких достаточно обширных пластиках. Он добавляется в тех случаях, например, при операции синус лифтинга, чтобы весь объем костной ткани, который мы пытаемся создать, он сохранялся. Или при операциях направленной тканевой регенерации, если мы увеличиваем больше, чем на 7 миллиметров. И в других областях. Мы это рассмотрим по вот этой таблице. Я надеюсь, в следующий раз. И достаточно подробно каждую область применения препаратов я расскажу. Следующее. Это деминерализованная кортикальная распорка. Она используется для лечения хронических парадонтитов. У пациентов, у кого достаточно серьезная убыль ткани. Мы ее моделируем по форме дефекта. И расстояние между ними также прокладываем вот этой смесью минерализованного и деминерализованного порошка. Следующая позиция. Это минеральный компонент костной ткани. Это тоже уникальная разработка. Получена она была при деминерализации костной ткани. Компактной. Представляет собой минеральный компонент кости. Полностью минеральный состав. Сейчас мы откроем этот препарат на сайте. Он содержит все минералы кальций, фосфор, железо, хром, цинк, кобальт, серебро, медь. Минеральный компонент полмиллилитра. Он такой мелкий-мелкий совсем. Самостоятельно мы его тоже не используем. Он как пудра. Вот такой вот он мелкий. Такая совсем фракция. Он содержит все минералы кости. А также коллаген и хандроэтин и сульфат. Это принципиально отличает его от синтетических препаратов. Кроме всех других принципиальных отличий. Суть в чем. Его чаще всего, по нашему опыту, используют те специалисты, кто работал долго с синтетикой. Они смешивают с различными материалами синтетику и видят в этом хороший результат. Мы предлагаем на сегодня использовать аллогенный гидроксиапатит, который имеет все-таки большую биологическую тропность к той области, где мы используем, и, соответственно, большую биологическую активность. Ну и кроме того, что поскольку он содержит хандроэтин, сульфат и коллаген, то эти вещества будут также структурными элементами. По каждому продукту вы найдете полный химический состав, схему доминерализации и так далее. Она достаточно простая. Мы используем кислоту соляную, а потом, меняя PH, соответственно, высаживаем все минеральные компоненты в осадок. Поэтому один технологический процесс позволяет нам получить и деминерализованные формы, которые мы используем как индуктор остеогенеза, и минеральный компонент костной ткани. Основной его биологический смысл и функциональное назначение в том, что он за счет своего состава удерживает минеральный каркас, где мы будем его использовать. Это, опять же, операция синус лифтинга, если мы увеличиваем объем по высоте больше, чем на 7 мм. Мы добавляем вот в эту фракцию подпазуху, в половину вот этого объема подпазуху, как мы уже выяснили, какой-то базовый материал. Мы добавляем деминерализованный порошок компактной кости, который будет привлекать туда сосуды. И мы добавляем минеральный компонент костной ткани, который будет удерживать вот этот верхний объем от последующей резорбции. То есть, по сути, мы это и делаем для того, чтобы сохранить весь объем кости. Следующие позиции – это спангиозная крошка. Она в кубиках, здесь есть разные формы выпуска, большие 5 мл и по количеству кусочков. Но вот 1,3 кусочка на сегодня не выпускается, ввиду все-таки относительного дефицита материала, поэтому мы ориентируемся на позиции 2, 4 или 5 мл. Следующая группа продуктов – это деминерализованная спангиозная крошка. В стоматологии она используется реже, поскольку все деминерализованные формы, как компактные, так и губчатые, они не содержат минерального каркаса, они достаточно быстро будут растворяться и удаляться остеокластами. Мы используем их для замещения включенных костных дефектов. Что это может быть? Это консервация лунок удаленных зубов, или это замещение кист включенных, или это операция резекции верхушки корня и так далее и тому подобное. Очень любят ей работать лоры, через лицевые хирурги, поскольку у них там дефекты более обширные. Мы остановились, значит, на деминерализованных. У нас остались блоки. Вот я на позиции 68, наверное, на этом остановлюсь, и мы рассмотрим с вами.